Всем привет! Сегодня у нас с вами обзор объектива Nikon 24-120mm f4. Я расскажу о том, почему этот объектив имеет смысл покупать и почему лично я поменял свою Sigma 35mm f1.4 на данный универсальный зум. Поехали! Nikon 24-120mm является стандартным зум-объективом с переменным фокусным расстоянием от 24 до 120 мм и постоянной светосилой f4. Nikon 24-120mm не является китовым объективом с точки зрения качества получаемых снимков, но тем не менее его продают в составе комплекта с такими фотоаппаратами как Nikon D750. Собственно, конкретно данный экземпляр и был когда-то в комплекте с данным фотоаппаратом, после чего один магазин, скажем так, разделил данный комплект на тушку и объектив и продал всё по отдельности. Некоторые магазины грешат такими хитростями. Плюсы с точки зрения покупателя звучат в том, что объектив для вас будет дешевле. Что касается минусов, у объектива не будет коробки. Что касается внешнего вида и особенностей конструкции. В глаза сразу бросается золотое кольцо, которое Nikon добавляет только в свои лучшие объективы. Что-то вроде знака качества. Сам по себе объектив достаточно тяжёлый. Весит он 710 грамм. Резиновое кольцо изменение фокусного расстояния, приятное на ощупь и в меру упругое при повороте. Когда мы его поворачиваем для изменения фокусного расстояния, хобота объектива выдвигается. Передняя линза естественно не крутится для удобства использования светофильтров. Кольцо фокусировки гораздо тоньше и легко вращается. Для многих владельцев данного стекла оно вообще не нужно. Также на корпусе вы можете видеть три переключателя. Первый MMA отвечает за включение и выключение автоматической фокусировки. При этом понятно, что ручной фокус это M. Что до MMA, то этот режим обозначает автоматическую фокусировку, во время которой вы можете корректировать фокус вручную. Это такая продвинутая система автофокуса от Nikon. Второй рычаг VR отвечает за включение и выключение стабилизатора изображения. А третий за режим самого стабилизатора, Normal или Active. Ситуация с этим режимом несколько мутная. По сути, Nikon утверждает, что режим Active стоит включать для устранения дрожания фотокамеры, например, при фотосъемке из автомобиля. На практике я не почувствовал существенных различий между этими режимами. Естественно, у объектива такого уровня металлическое байонетное кольцо. Бленда у объектива лепестковая. Тут я могу отметить, что одна из самых плохих бленд, что мне доводилось использовать. В обратном положении ее лучше не использовать, она громоздкая и неаккуратно сидит на объективе, к тому же мешает доступу к кольцу зуммирования. В обычном положении она достаточно сильно увеличивает сам объектив, причем не только в длину, но и в ширину. Это не очень удобно с точки зрения транспортировки в фоторюкзаке или сумке. Также на корпусе у нас куча обозначений. Естественно, полное название объектива. Волшебная буква N в золотом шестиугольнике. Она обозначает нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat. Собственно, оно у нас нанесено на обратную сторону объектива. По сути, Nikon заявляет, что данное покрытие уменьшает отражение света от поверхности линз. Помимо этого, вы можете видеть, что объектив произведен в Таиланде. В общем-то, в настоящее время большая часть техники Nikon собирается именно там. Такие объективы, как Nikon 24-120, приобретаются для того, чтобы снимать в различных жанрах, для того, чтобы иметь некое универсальное стекло, которое имеет неплохое качество изображения. Собственно, именно поэтому данный объектив и был приобретен. И, как я уже говорил ранее, я заменил данным стеклом свою Sigma 35 мм. Этот объектив был у меня стандартным. Я его использовал на постоянной основе. Но я решил, что все-таки будет удобнее взять зум-объектив. Он более универсален и лучше подходит лично для моих задач. Это касается и фотосъемки, и видеосъемки. Многие ролики, которые мы снимали, и ссылочки на них я оставлю в описании. Вы можете посмотреть, как этот объектив снимает видео вместе с тушкой Nikon D610. Так вот, многие ролики мы снимали именно им. И до сих пор снимаем. Качество видео в целом нас устраивает. Есть некоторые претензии к самой тушке Nikon D610 и как она снимает видео. Но это уже тема отдельного разговора. У объектива Nikon 2420 мм есть ряд конкурентов. При этом это конкуренты не только сторонних фирм, но и внутри самой компании Nikon. Прежде всего, конечно же, вспоминается объектив Nikon 2485 мм. Этот объектив идет китом к младшим полнокадровым камерам, таким как Nikon D610, Nikon D600. Объектив стоит на 10 тысяч рублей дешевле, чем 24120. И при этом не имеет постоянной светосилы. Тем не менее, сам по себе объектив очень неплох. И как альтернатива Nikon 24120, более дешевая альтернатива, он вполне себе годится. Другой конкурент от компании Nikon, это, конечно же, Nikon 2470 мм без стабилизатора. Этот объектив древний, проверенный годами. Уже вышла его обновленная версия, которую вообще нет смысла сравнить с данным стеклом, потому что она слишком дорога. Но стоит отметить, что и версия без стабилизатора в настоящее время в 2-3 раза дороже, чем Nikon 24120 мм. Там вы переплачиваете за светосилу. Поэтому, если она вам не нужна, то в принципе нет особого смысла покупать 2470 мм. Теперь мы перейдем плавненько к сторонним производителям. Во-первых, это Sigma 2470 мм. Стоимостью она будет подороже, чем данный Nikon. Примерно на 15-20 тысяч рублей. Но при этом слишком большое количество негативных отзывов в сети. Слишком многие фотографы отзываются плохо о данном объективе. Имеется в виду Sigma 2470 мм. Есть к ней претензии, поэтому ее бы я в принципе не рассматривал. Также есть Tamron 2470 мм. Очень интересное стекло. Но оно примерно на 20 тысяч дороже, чем данный Nikon. Тем не менее, имеет постоянную светосилу f2.8, чем выигрывает у данного стекла. Тем не менее, с точки зрения автофокуса, а это была одна из главных причин, почему я поменял Sigma 35 мм на данный Nikon. Так вот, с точки зрения автофокуса к Tamron 2470 мм, есть некоторые претензии, с точки зрения того, что автофокус в нем несколько задумчивый. Тем не менее, это, на мой взгляд, очень хороший выбор. Если вы ищете какую-то альтернативу Nikon 2420 мм, у вас есть лишние 20 тысяч рублей, то вы можете рассмотреть Tamron. Также имеется объектив, новый объектив, который называется Sigma 24-105 мм. Вышел он совсем недавно. Также имеет постоянную светосилу f4. Что можно сказать о данном стекле? Так это то, что пока что нет достаточного количества отзывов, достаточного количества обзоров, достаточного количества времени он не провел в тестировании у фотографов, чтобы говорить о нем что-то конкретное. Есть надежда, что объектив получился неплохой, но опять же есть опасения по поводу автофокуса, с чем Sigma все-таки пока не может справиться, не может сделать автофокус, который бы мог конкурировать с родными стеклами Nikon. Таким образом, рассматривая всех конкурентов, можно посоветовать к покупке Nikon 24-85 мм, если вы хотите немножко сэкономить. Если же у вас есть дополнительный бюджет, то можно рассмотреть Tamron 24-70 мм. Это хорошее стекло, и при достаточном бюджете можно его приобрести. Что же касается причин, по которой я поменял Sigma 35 мм f1.4 на данное стекло, то прежде всего это качество автофокуса. В Sigma оно меня категорически не устраивало. Если вы посмотрите мой видеообзор на Sigma 35 мм, то там я буквально восхваляю этот объектив. Все дело в том, что я им пользовался в то время не так уж много. Тем не менее, позже я выпустил текстовый обзор, вы можете с ним ознакомиться на моем сайте, в котором я рассказал, что же мне в этом объективе все-таки не устроило категорически, и почему мне пришлось от него отказаться. И я решил приобрести данное стекло от Nikon. И что касается автофокуса, то тут к нему уже нет никаких претензий. Фокусируется он классно, мне нравится точный, быстрый. Все как и хотелось. Что касается качества получаемых изображений на Nikon 24-120, то я могу отметить, что, конечно же, качество уступает фиксам. Это очевидно. Тем более Sigma 35 мм, которая по резкости картинки превосходит почти все, что угодно, но разве что кроме самых последних стекол от Carl Zeiss. Так вот, уступает оно не только фиксам, но и зумам. Например, мы недавно тестировали с вами 70-200. И, конечно же, 70-200 в 4. И, конечно же, там резкость картинки все-таки немного выигрывает у данного Nikon. Тем не менее, хочу отметить, что для такого объектива стандартного качество картинки у него на высоте. Естественно, он проигрывает фиксам и зумам с меньшей кратностью, но это уже физика, оптика, и с этим уже мы ничего поделать не можем. Если же сравнивать его с другими зумами подобного рода, то он будет лучше большинства из них. И, собственно, поэтому его, на мой взгляд, стоит выбрать. Особенно учитывая, что на сегодняшний день он стоит разумных денег. Я видел, его можно найти за 35-40 тысяч рублей в состоянии нового. Это хорошая цена на данное стекло. Подводя итог, я хотел бы отметить, что Nikon 24-120 мм – это отличное стекло. Если вы хотите универсальный, резкий, качественный объектив на свою полнокадровую камеру Nikon, это важно, потому что данный объектив нет никакого смысла покупать на кроп-камеру. Он нужен именно для полного кадра. Так вот, если вы хотите качественный объектив с постоянной светосилой, она здесь f4, что достаточно неплохо для зума, то стоит рассмотреть данный объектив к покупке. Если вы хотите какую-то безумную резкость изображения, то вам уже стоит смотреть фиксы или объективы с меньшей кратностью, такие как 24-70 мм. По качеству и по резкости картинки они будут немножко лучше. А сейчас я заканчиваю мою словесную часть обзора. И дальше вы сможете увидеть небольшую галерею и снимков, которые были сняты с помощью данного стекла. А я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Будем видеться с вами чаще. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok